Музыка Музыка Очень приятно видеть такое большое количество наших друзей. Мы вас всех собрали, чтобы рассказать про некоторые новости нашей ярмарки, объявить дату проведения, место проведения ярмарки и еще представить художника Глоба, что очень важно для нас. Итак, ярмарка в Москву пройдет в 2018 году, 6-9 сентября. Снова в четвертый раз в прекрасном пространстве гостиного двора. В гостиной двор будет площадка основной программы ярмарки. Кроме этого, у нас есть еще одна замечательная новость. Как вы знаете, мы регулярно, ежегодно выбираем художника Глоба, который у нас представлен во всех наших визуальных материалах. Художник делает специальный проект. И в этом году, в 2018 году, в должности года стала Тауз Махачева. Для нас это очень важно. Выставка Тауз «Облако, зацепившееся за гору» открылась позавчера здесь, в здании Московского музея современного искусства на Петровке. Мы вас всех потом приглашаем сходить на выставку. Выставка замечательная. Мы получили большое удовольствие. Собственно, никто и не сомневался, потому что мы знаем Тауз уже очень давно это. Художник, художница, с которой у нас очень многое связывает. И для нас это действительно очень большая честь, что наш практический совет и эксперты фонда «Москву» остановили свой выбор на кандидатской Тауз как художнице года. В качестве художника года, как я уже сказала, Тауз представит специальный проект в рамках ярмарки. Я очень сердечно поздравляю Тауз с открытием выставки. И еще я хотела бы представить мою подругу и генерального директора телеканала «Дочь», которая любезно согласилась прийти к нам на завтрак и поучаствовать в нашем, как я думаю, женском разговоре. Давайте начнем. Может быть, я скажу по-русски, спасибо большое. Все это может показаться таким страшным протекцией, внутренней какой-то историей, что вот у нас такой долгий роман с ярмаркой «Москву» и тут, конечно, я стала художником года. Но вся процедура действительно достаточно очень серьезная. Номинируют эксперта и затем пуп-совет. Пуп-совет решает, кто становится художником года. Я дико рада. На самом деле роман у нас начался еще с первого ярмарка, с сукциона фон Натальи Водяновой, потом был прекрасный торт в форме «Россия», который я приготовила с кондитером-букатером «Мамоно», который накормили всех на ужин после «Аллиганок». Я помню, в какой-то сайте спеце даже было написано, что вот собрались «Аллиганки», сожрали же сажрали торт в форме «Россия». Мне это крайне мусеверно, потому что… Да, сажрали «Россия», абсолютно верно. Мне это крайне мусеверно, потому что работа была как раз об этом. Откуда у нас до сих пор существует желание что-то поглощать. Затем там же была запущена программа фонда ВИСИ по закупке произведения искусств в музее «Муха», который мне пришло тоже выиграть. Затем была патронская программа, которая помогла бы сделать гимнастическую работу «Канад». И это, в принципе, удивительная история, да? То есть работа была в гимнале, где себя финансируют как молодого художника не гимнале, не институции, а якобы современного искусства. А как затыли и он несут новый ядричный подход, если честно говорить? Это все какие-то дружеские вещи связанные с верой и искусством. На самом деле у нас у меня несколько было идей сегодняшнего разговора. Да, вот. Ну, вот я их обозначила, например, так. Лень, любовь, страх. Это мы с Леем и говорили. Во-первых, мне очень интересно, где в нашей эспире существует ли пространство лени, и существует ли пространство, где можно придумывать работу, линять. На самом деле, лениться – это когда-нибудь, это все время какой-то наследственный процесс. Но любовь – это, видимо, все-таки связано с тем, что это «labor of love», то все, чем мы занимаемся, какие-то попытки изменить страх, тоже является частью своего рабочего процесса. И, мне кажется, случайно у нас заглавный картинк этот превратил, моя работа «Усилик», где такой кромчишный человек толкает, толкает камень, и эта работа через четыре года превратилась в такой маленький подвиг «Супертаус», где она сталкивает окном и булыжник с дороги. И вот я хотела спросить Маргариту, Наталью, какие у вас булыжники? Вот вы с чем в свое время боретесь, что вы в свое время сталкиваете? – Доброе утро, спасибо. На самом деле, я же не могу оказаться здесь. Я поняла, и ты меня пригласил, чтобы немножко приземлять вот ваш высокий полет для действительства. Мы сейчас пошли, допустим, по выставке, и действительно дошли до «Альтреда Супертаус», и там есть маленькая работа, обязательно обратили на нее внимание, она меня совершенно покорила, потому что вначале мы рассматривали женщину, который сталкивает действительно от рук на руках булыжники. И вдруг я тут поворачиваюсь, и я говорю, что про меня тоже. И вот это вот состояние непостоянного какого-то булыжника, который вы даже столкнуете, и потом все-таки он уходит от своего пути – это такое постоянное состояние, мне кажется, очень многих женщин. У нас, опять же, такой странный гендер на сегодня, наверное, модный, да? Но он это и есть, да? Потому что я бы, конечно, сюда мужчин пригласила, потому что совсем разные у нас представления, несмотря на кажущуюся похожесть. Поэтому вот эти булыжники, которые есть, они же как бы всегда сопровождают человека и стремящихся или идущих куда, да? И это разные булыжники, а не внутренние, которые тебя всегда решают, да? Это внутренний страх, когда ты хочешь что-то сделать и изменить. И я, например, очень хорошо помню, когда Ритуля задумала делать, собственно, ярмарку, как ей было страшно, сколько она советовала, сколько она рассуждала, потому что не все прекрасно знаете, сколько было уже в таком моменте в Италии и выставок, и ярмарок, и вдруг Рита, которая решила, что она тоже очень спокойно сделала. И я думаю, что это был огромный булыжник, прежде всего такой, не последующие проблемы с помещениями, с бюджетами, это тоже проблема, которую надо решать, но прежде всего это внутреннее, внутреннее себя надо преодолеть, да? И вот этот голос, который тебе говорит, зачем ты туда лезешь, тебе же это не нужно. Я мне это все очень знакомо, и я помню, как в маленьком эпизоде вот этот разговор, вот про этот страх через этот булыжник, когда телеканал тоже начинается, и когда, собственно, он был придуман, зато была такая мечта, и целый год я его готовила. Ну, разбиралась бы через такое телевидение, я ничего не понимала, не знала, был процесс, и перед практически этапом, когда нужно было написать уже первый договор на аренду помещения, написать бюджет оборудования и так далее, вот уже такое, все уже было готово. А внутренний страх, я все время говорила, ну ты че, у тебя же все хорошо, у тебя прекрасная работа, есть радио, у тебя хорошая репутация, у тебя муж, ну, в общем, у тебя все нормально, зачем ты туда? И вот этот внутренний страх, он, значит, все время как у меня так подтачивало, подтачивало, и тут я очень хорошо помню, когда случился кризис восьмого года, вы все помните, и там был банкротство банков, проблема мужа, и я беременная. И в этот момент я себе говорю, ну вот же, я не дождая не делать такой телеканал, потому что у меня много обстоятельств этого не делать. И внутренний страх победил. И я в этом состоянии жила недели две, потому что я отказалась от этой идеи, я распустила свою маленькую команду, сказала, ну и делаем паузу, потому что, ну, есть обстоятельства, потом я не могу продолжать строить телеканал и как бы создавать его. Вот, у меня жуткая была депрессия, ужасная, я прям умирала, думала, что происходит. И вдруг, совершенно случайно, мне на глаза попалась книжка, наверное, как будто иногда каждый из нас балуется в такой вот популярной дурацкой литературе, типа «Как заработать?» или «Как возновить себя?» или что-то. Вот это такой Наполеон Хилл, у меня есть книжка «Думай и богатень». Ну, совершенно дурацкая книжка. Но первые три страницы были про то, что если у вас есть мечта, если вы хотите мечтать, если вы что-то готовили, вы не имеете права от этого отказаться. Потому что тогда все силы Вселенной вам помогают. А как только вы сдаётесь, вам внутренний голос говорит «Не надо, вам страшно», вам говорят окружающие люди, говорят «Не надо». То есть, вот есть все обстоятельства, которые тебе говорят «Не надо». Но если это ваша мечта, вы обязаны реализовать её, и только тогда всё у вас получится. И вот когда я прочитала эти три страницы, я просто думала, что с утра, как люблю люди, вы спаете в шесть утра, да, вот это сцене, полёт. Вот у меня был полёт, и я поняла, что мечта – это то, от чего нельзя отказываться, и вот эти страхи, и вот с тех пор я просто боялся. «Любовь и страх», я поняла, что это вообще очень сильно про меня. Конечно, сейчас. Мне всегда за этим проблемой никому не интересно, что там я себе думаю, у нас тут сидит Таус. Я не расскажу, я попытаюсь рассказать про свои собственные впечатления. Ну, я часто об этом говорю в сердцах, о том, что я никогда не могла себе предположить, что я буду заниматься ярмаркой современного искусства, таким масштабным проектом, который на самом деле настолько большой и глобальный, что он просто претендует на все твои ресурсы, там, время и так далее. Когда ты… Ну, то есть… Единственное, что, как бы, всё это оправдывает, и для меня… Сейчас секунду… Что я прекрасно понимаю, что всё это началось по любви, да? То есть я очень сильно интересовалась современным искусством. И я, на самом деле, очень много путешествовала, ездила, я там начала коллекционировать, и я даже помню, вспоминаю, часто какие-то смешные истории о том, как однажды в Лондоне, в Саус-Лондон-Гэллери, я приехала на выставку такого видеоартиста израильского, умера фаста. И когда включился свет, то я увидела в зале, кроме себя, ещё Катю Дёгой, которая повернулась ко мне и сказала, «Ну ладно, я здесь, пара-клоди, а ты что тут делаешь?» То есть… То есть на самом деле я… Всё это действительно из любви и любопытства, из того, что я там боялась пропустить какие-то выставки, и мне казалось, что если я сейчас вот не увижу какой-то проект, то всё там… Это большая проблема и так далее. Сейчас про страхи это тоже всё очень понятно, это очень сильно про тот путь, который мы проделали за эти… ну не пять уже лет, потому что первый выпуск был в десятом году, и с тех пор я очень много переживала, и вся наша команда переживала, в общем, я, честно говоря, старалась не скрывать свои чувства внутри, да, и всё это демонстрировала. И сейчас я понимаю, что да, вот… Ну, конечно, когда ты… В общем, если у тебя есть любовь и у тебя есть интерес, то ты коврок платишь очень многими вещами, там, своим свободным временем, тем, что ты там где-то не пообщаешься лишний раз со своим ребёнком, и сейчас, например, был какой-то период, когда я понимала, что я занимаюсь всем чему угодно, только не искусством, да, потому что мы занимались минусом, там, и много преодолевали препятствия, связанные, там, с какими-то обстоятельствами объективными, которые от нас не зависели и так далее. Вот. Но, тем не менее, я хочу просто сказать, что да, действительно, чтобы такой камень сдвинуть с места, нужна любовь, нужны люди, которые вокруг тебя поддерживают, и нужно, как бы, понимание того, что это кому-то нужно. Так. 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 Может, наверное, заслужить? Ну, может быть, может быть, если вы, мне кажется, затронули какие-то идеи, связанные с любовью, с травмом, но вот я очень часто думаю, как это будет про это, да, значит, просто посмотреть, например, на какие-то работы, которые я делаю. Вот мы только что, достаточно долго, долго времени провели работу Байна, моя последняя работа, которая была тоже представлена на Ницинской Финале, и она, как бы, началась с какого-то, со встречи с определенными людьми, с которыми я в жизни никогда не встретилась, да, с браконьерами и рыбаками роспийскими, которые работают в море, и выходит каждый раз так в последний. То есть все начинается, там, не знаю, с какой-то определенной истории у меня. И затем ты начинаешься принять ряд решений, чтобы понять единственную правильную форму для этого проекта, чтобы все это нанизывать из каких-то, из методологий других художников, из твоих коллег, из вот этих встреч с людьми, которые ужасно дико холодно относятся к смерти, например. И, естественно, шли на тему общимонии и постоянно удовольствия в этих водах, как только Каспийского моря, не знаю, геотического и так далее из мусульного тележинца. То есть здесь вопрос развития проекта, в какой момент ты понимаешь, что вот все правильно, в какой момент ты понимаешь, что все сложилось, и, вероятно, мой вопрос следующий связан с этим. То есть как это происходит в вашей работе? То есть откуда вы нанизываете решения в своей практике, то есть посвязанных с гигантской медиаломанией, если можно так сказать, и было бы связано с выстраиванием рынка там, где, ну, практически нет. Вот. То есть вот как и что вы нанизываете, если у меня это какие-то иногда даже и политические события, и работы других художников, и какая-то моя определенная реальность. Мне интересно как бы, что это у вас. И еще, то есть этот вопрос связан с линией, то есть вы можете говорить что угодно, да? То есть насколько важно то, чего нет, да? Сладкое и ничего не делаем. Хотя на самом деле, мне кажется, оно не такое уже сладкое у нас, и даже когда мы ничего не делаем, так мы на самом деле просыпаемся, и нам что-то снится даже, как нужно сделать следующую работу, как нужно сделать следующую программу, как нужно сделать следующий интерон завтра. Есть. Таусь, спасибо за такую подсказку, на самом деле. Сейчас, слушай, я думаю, начнешь, чтобы поговорить про Левик, это странно, что, извините, она не ленилась так сильно, но, но, опять же, возвращаясь, я все-таки здесь как медиа-менеджер. Собственно, когда на 14-м году жизни РТ-станции «Сирио Линдорс», в которых я посвятила всю свою силу, молодость, энергию и так далее, я приняла решение, что надо уйти, но это было очень тяжелое решение, потому что оно как бы то и вырастило огромного, то есть ребенка, родило его, вырастило, вроде уже пора бы отпустить, а отпустить тяжело. И вот я, когда созрела и когда по-настоящему отпустила, думаю, что все, я разорвала все связи эмоциональные. И в этот момент, вы многие знаете моего мужа, я подумала, я прекрасный муж, ну, вообще нам надо раздражать ребенка, у меня есть старший ребенок, поеду, и я ничего не делаю. Первый раз, первый раз за, наверное, лет 15-16, скажем, какой-то уже осознанной жизни взрослой, я поехала во Францию, мы сняли дом, и целый месяц, это был единственный раз в моей жизни, целый месяц, я не просто отдыхала, а у меня не было никаких обязательств. То есть вот это когда ты не должна позвонить в офис, ты не знаешь, что тебе не надо туда возвращаться. И вот я первые две недели купывала невероятно. Я думала, что самое сладкое, я готова еду ребенку. Ну, в общем, я никогда так не жила. На третьей неделе меня что-то начало успокоиться. То есть все хорошо, но что-то мне надо делать. На четвертой неделе я узнаю, что в Канях, собственно, где мы были в Канях, проходит медиа-выставка «Непро». И я подумала, надо бы мне туда сходить, а это телевизионная большая выставка, которая проходит на два раза в год, надо бы мне сходить, потому что дело мне все равно нечего. И вот я пришла на этот выставку. И встретила большое количество моих знакомых, друзей, телевизионных менеджеров, продюсеров. И в процессе моего гуляния вот этого безделья я вдруг решаю в тот момент, когда-то из разговоров с людьми. Мне говорят, а чем тебе этот канал мне сделать? И я подумала, какая-нибудь идея. Ну, это вот смешно, но это именно так. И это случилось вот от полного такого, как бы от решения, от работы и от желания ничего не делать и пожить вот в этом состоянии прекрасной жены, мамы, а не работающие, значит, лошадки, которые все время подбежали. Ну, в общем, на что мне бабушка теперь иногда говорит, лучше вот ты тогда уже и не вижу в этом, в принципе. Это не бездельничество работало по себе тихонечко. Вот. Потому что, в общем, тогда я родила себе телеканал, и вот это вот состояние ленивости какой-то, да, которое совершенно… это не то, в чем я себя чувствую органично. И вот так надо и все зрело. А если говорить про идеи, как вот они рождаются, вот правильно же говорить, что люди, видите, это накопленное, все равно какой-то опыт, это накопленное, какое-то знание, которое вдруг мозг аккумулирует это и в какой-то он тебе дает. Поэтому, например, мне опять же многие вещи, там, тот же телеканал, я его увидела фактически во сне. То есть я видела, что он должен быть открытый, с открытыми окнами, без стен, без студий. Мне все коллеги, все, кто понимал телевидение, они говорили, ну так не бывает, так не строят телеканалы, она должна закрыть студию, сделать самоизоляцию. То есть я его увидела, нарушающим все, ну, как бы, законы телевизионные. И никто не верил, все говорят, что его не будет, потому что работать не будет. И из-за того, что я это видела, и проектуична, и была уверена, что это правильно, мы построили, и все работало. Хотя, это было бы крути всем стандартным телевизионным. Поэтому, мне кажется, что, опять же, вот, я не творческий человек, как вы, вот, в смысле, я всегда хочу понять, как вы художник рождаетесь в образе, и для меня это совершенно загадка, и в каком композиторе рождается музыка. Вот, но, возможно, это похожий процесс. Это что-то вдруг, как бы, приходит тебе, и ты понимаешь, вот, что это важные правила. Но это больше вам вопрос. Как у вас рождаетесь? Ну, когда ты перестаешь мучиться, а? В тот момент, то есть... Ну, вот, например, если взять работу в Канаде, в которой я очень долго работала, то есть все началось с какой-то совершенно простой истории, о которой я услышала, что одному неделю пришлось уехать в новое здание за неделю, вот, гигантской коллекции. И я услышала, что рассказы, как разные хранители, ну, как, вот, переносили работы из одного здания к другому. И меня это дико заслило. Ну, то есть, вот, ну, как, вот, один детализатор — это зло с тебя очень часто. Потом я начала думать о том, что все директора дагестанских музеев, а не женщины. И, конечно, это в целом обществе. То есть, ты так немножко, ну, так полково слушаешь, да, то есть, что женщина говорит, и, соответственно, что культура тебе нашептывает чуть-чуть меньше внимания, да, будем называть вещи своими именами. Вот. Начала думать об этом. Надо бы тянуть канал между музеями прямо в городе, чтобы он там ходил и переносил работу к другому. Нет, какая-то глупость. И Леша, на самом деле, мы с Лешей Масляевым, который куратором прекрасной выставки является, мне кажется, труд куратора часто недооценивать. 50% этой выставки и гипотетического успеха этой выставки — это его успех. Вот. И мы как раз говорили, он говорит, а вот со что есть на природе? И я такая, точно. Потому что, вообще, тема природы в экспрессивной искусстве Дагестана, она очень важна. И мне казалось бы, дико весело, что мы вот у нас за счет пейзажа пришли посмотреть настоящий пейзаж из музея. Вышли из этих работ, которые переходят из одного раза на другое. Потому что это вопрос о том, как сохранять культуру, что она сохраняет, где должны быть работать. Должны ли они быть в музее? И действительно ли они пойдут в будущее, если они будут храниться в этих институциях? Тем более в институциях, которые в нашей стране находятся, ну, как мне кажется, в таких трещинах. Мне очень кажется, тут вся страна покрыта такими трещинами. И вот произведения туда падают, и музеи туда падают. И нужно вот так вот их хватать и вытаскивать его. Ну, может быть, это какая-то моя фантаза. Вот. И вот эти решения, да? И тогда потом я в мой студио-менеджер, она ездила на фестиваль «Контакт-класса» по улицам Крама. Потому что мы должны были найти того «Контакт-класса», который согласится ходить без страховки. И вообще, который, ну, как-то, какой-то такой, достаточно профессиональный, загорится этой идеей. Вот. И потихонечку-потихонечку. Потом мы поняли, что эти конструкции должны быть похожи на музейное хранилище. И вот так вот полтора года, например, я провела. Вот что-то мне снилось, на самом деле. Это очень важно, потому что даже не давняя сноску в окно микропозов, или в русской гитаре я написала, «This was gonna be used to me in a dream on a 22nd of November». И это, как бы, чистая правда, что вот это мне тогда приснилось, вот это решение для определенной работы. И вот не модно, конечно, такие вещи в голове, ну, как и есть. Вот. И, ну, то есть, вот, и полтора года спустя ты понимаешь, что, как бы, «Контакт-класса» здесь дедлайн для ярких способов, поэтому больше невозможно распрошлять на тему этой работы. Ну, и решения сложились. Решения сложились, и у тебя есть образ, у тебя есть петафора, которые узнаваемы на совершенно разных уровнях. И можно, можно снимать, сниматься каким-то постпредакшеном. Очень, как все проглядуют, после этого прям медленно пройти с полости, потому что, ну, там завораживает эти вещи и совершенно открывает какие-то другие образы, а не те, которые, на который взгляд, рождаются. Ну, пожалуйста, взойдите, пожалуйста. Да, мы пройдемся. В общем, пройдемся. Я просто, ну, мне ничего не снилось такого. Я, наоборот, несколько раз уже себя поймала на мысль, что несколько раз в каких-то беседах, ну, интервью, да, там, говорила о том, что не могла себе в страшном сне представить, что я буду ярко поделать, ну, в таких обстоятельствах. Потому что, когда я вспоминаю, там, например, опять я сейчас возвращаюсь к каким-то страхам, да, к преодолению себя, да, и на самом деле я сейчас пришла к такому выводу, что этот проект меня очень сильно меняет и воспитывает. Я меняюсь в нем. Потому что я становлюсь... То есть, видимо, он мне был нужен, да, зачем-то, для того, чтобы я стала более смелой, более уверенной в себе, в каких-то своих, ну, идеях, и вообще, там, больше, может быть, ценила себя, я не знаю. Вот. На самом деле... В этом я не могу ничего такого романтического сказать, да, потому что я вспоминаю, например, когда в 2014 году мы все-таки решились на перезапуск ярмарки, да, и это было такое решение тоже непростое, сложились какие-то обстоятельства. Обстоятельства потом начались тоже все эти приключения, там, ну, с санкциями, какие-то экономические, ну, неопределенности. Это все, безусловно, нельзя не учитывать, да, и, как бы, об этом не думать. И я, там, ну, скажем так, у меня, правда, в некоторых смысле ничего не снилось. Я была ночи бессонная, когда просто переживала и не понимала, зачем все это происходит. Но, тем не менее, если говорить о каких-то процессах, да, как это все происходит. Да, безусловно, это только через какой-то любовь и интерес. Я вот сейчас не могу вспомнить, по какому конкретно поводу. У меня однажды моя подруга где-то тоже была на отдыхе, и потом я рассказывала с упоением какой-то выставки современного художника. Просто, правда, сейчас это не могу вспомнить, и она мне в ответ сказала, ну, говорит, я поняла, «Свинья везде грязь найдет». Ну, то есть там, если в таких местах, где там море и больные, там уже казалось бы, ну, не как, когда вы про искусство или про выставки в музее, речь не идет. Тем не менее, я находила какие-то такие для себя возможности и чтобы узнать, и вдохновиться. Про то, как решения принимаются. Ну, я тогда, я вот Наташа говорила уже, на самом деле, это вот как бы совпадение. Я вспоминаю, когда я, когда у нас был самый такой, скажем так, замес, самое начало. Все началось с того, что ты боролся с предубеждением. Потому что в 14-м году, когда мы перезапускали ярмарку, только ленивый мне не сказал о том, что ярмарка не нужна, да, в этой стране. Там, допустим, все, многие говорили скептически, что, ну, зачем вы делаете, ярмарка нет, ничего нет. Я всегда вспоминала тоже Булгакова о том, чужего освачика, чего не возьми, ничего нет, да. Но, тем не менее, сейчас, слава Богу, есть ощущение уверенности и понимания, что если мы сами не будем принимать какие-то усилия, ничего так и не будет, да. И в первую очередь, безусловно, это действительно делаем ради себя, там, ради вот этой, ну, я еще часто думаю о том, что я в некотором смысле защищаю какие-то свои эстетические ценности. Я думаю о том, что если я этого не буду делать, да, то, наверное, на этом месте, может быть, проразрастет что-то другое. Это не агрессивно, не воинственно. Тем не менее, пока у меня, допустим, там хватает сил и... Но у меня есть какие-то внутренние ощущения, что... Нет. За это время я просто стала сильнее. Поняла, что эти границы надвигаются. И мне уже, наверное, во-первых. Во-вторых, я вижу такое количество людей, которые говорят, что это так здорово, такие молодцы и вообще нам это так нужно, что на самом деле это вдохновляет и сильно питает. Вот. А вообще, на самом деле, мы проходили большой путь того, что... Понятно, что во всем мире существует большое количество проектов, да, такого же, ну, так сказать, по характеру, такие же, да, вот ярмарок, там их там уже порядка 300 в мире происходит. Но я за время организации ярмарки «Космоску» здесь, в Москве, поняла, что никто точно не знает, как это делать здесь, в России. Потому что у нас был опыт работы с прекрасным агентством «Брансвит», у нас с ними прекрасное отношение, да, но потом, в конце концов, мы поняли, что, да, они могут... Они знают, как устроено это все на Западе, да, и вообще мы по всем мире, но с точки зрения предложения опыта сюда это не совсем работает. Поэтому, на самом деле, я часто скупинала Наташу, да, потому что я помню какое-то интервью и вообще эти все истории о том, как она тогда родила Анну Шуру, и как раз это было самое начало телеканала, и я представляла себе, как у нее там няня бегает, гоняет по красному октябрю с коляской, с ребенком. Ну, как в то время, как Финдея построила свой проект, и на самом деле, вот у меня тоже такие ощущения, что у тебя это любовь, и твоя уверенность в том, что ты как-то движешься правильно, да, она тебя питает и придает тебе силы, и ты... И мы вот, на самом деле, со своей командой вот понимаем, о чем мы еще научились, потому что, часто, например, мне там задают вопросы, как делать то-то и то-то, и не знаю ответы на вопрос, да, но мы садимся и начинаем рассуждать слуху, да, и какую-то логику выстраивать, и понимаем, что все поддается каким-то логическим обоснованиям. Поэтому это, на самом деле, просто, наверное, секрет каких-то таких, ну, проектов или, как сказать, личных историй, связанных с тем, что ты увлечен, и ты работаешь, там, два-четыре часа в сутки. Ну, это потому что ты постоянно думаешь об этом, у тебя постоянно какие-то возникают идеи и понимание того, куда двигаться и как. И... Спасибо. И мне кажется, что... もжibile задумываете, что, каждое вы сказки, мне плохо это, вот вам do your love... Знаете, мне... Я, честно говоря, вообще-то не думала, что тут будет мой повелок тр offices. Я хотела, чтобы Таосом сказала, по большим, вообще, по-настоящему. Вот, про свою выставку, про то, как она работает, про то, как вообще, из чего возникает все эти работы, что движет художникам, правда, настоящий творческий процесс. Я вспомнила сейчас цитату Джеймса Болдмана. «Артисты are like flowers. I love you. That's why I have to make you conscious of what you don't see». Художники — они как любовники. Я люблю вас, поэтому я должна показать вам то, что вы не видите. Мне кажется, очень красивая цитата. И можно тогда пару слов о выставке, и мы можем уже узнать, если у наших прекрасных гостей есть вопросы. Мы всегда думала, что год назад мы говорили с Лешей Масляевым и Лешей Новоселовым. И я пообещала, и потом уже год назад дороги не опустила. А то, мне кажется, я сбежала. Потому что такие большие проекты делать очень сложно и страшно, потому что тут просто раздеваешься. Потому что показываешь, не знаю, 27 работ, ты показываешь ту методологию, ты думаешь, современно ли это, современно ли это. И мне кажется, что тут очень важна работа с оператором, который предлагает совершенно новую оптику. Помимо очень интересных пространств решений, которые вы сейчас увидите, поднявшись на третий этаж, с экспонированием моей коллекции открытки «Кавказские типы», с экспонированием моей коллекции гигантской вывесок с экспонированием работы «Пейзаж», где у нас огромная гляда из носов получается. То есть одно дело все эти решения, а другое дело — это оптика, где он находит какие-то связи между работами, которых я раньше не видела. У нас весь зал, где представлены работы из моего перформанса «Польза пирамид» и видеоусилий, где как раз маленький человек толкает этот камень. И ты понимаешь, что это как раз о том, как тело является поддерживающей структурой для искусства, и как тело соразмерное, маленькое и большое что-то поддерживает и толкает, да? То есть, например, первый зал — зал, посвященный приветствием. И вообще, к языку различным искусственным. Один мага-князь показывает разные типы приветствия, которые существуют между мужчиной в Дагестане. Зал, посвященный вечеринкам, как я его только что назвала, где у нас работа, посвященная свадьбе или каким-то практикам, связанным с едой. И это все очень важно. То есть тут представлена работа разных лет. Работа, которая, например, никогда в Москве не показывалась. Но вот самое главное — это представлена оптика. И какой-то намек на будущее. То есть вот для меня... Почему я уже второй соотращаюсь к этой работе Байда? Потому что для меня это намек на будущее и намек на новую гибридность в художественной практике. Мне кажется, мы уже не можем говорить о перформансах, видеоарте, скульптуре, да? То есть мы имеем какие-то гигантские инсталляции, которые включают сюда все эти элементы. И уже разделить на какой-то определенный канон эти вещи невозможно. Но я думаю, что сейчас все поднимутся и посмотрят. А я очень хочу подать огромное спасибо и Музею современного искусства, я на такой смысл Наташи, Рити. И, может быть, да, может быть, у кого-то есть вопрос с удовольствием. Да, если есть вопросы. И я хотела просто пригласить их на выставку. Но если есть вопросы, то только Таус задать. Просто он невероятный, правда. Но только найдите время. Я очень советую. То есть пройти медленный. Если Таус еще сможет рассказать сама, то это обязательно. Правда. Я просто под впечатлением сижу и перевариваю. И мне здесь приходят образы каких-то работ. И ты опять что-то по-другому начинаешь изучить. Я еще хотела сказать про любовь. Потому что то, что я понимаю, чувствую, что на самом деле вот общение с художниками, вот эта привилегия с ними знакомиться, с их творчеством, проводить время, обсуждать какие-то проекты, слушать, вникать. Это вот самое приятное вообще, что связано с работой арт-менеджеров, мне кажется. Вот Вася сидит, улыбается, я думаю, со мной согласится. Вообще, да, то есть, поэтому я очень тоже всех приглашаю посмотреть выставку Таусу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok